Первый после новогодних каникул рабочий день подошел к концу. И не для всех он прошел легко. В нашей группе в социальной сети ВКонтакте мы запустили голосование среди населения на тему «А восстановили ли вы свой режим дня после новогодних праздников?». О результатах опроса расскажет Елизавета Кабанова. Чай и сладкое – как один из способов снять усталость после первого рабочего дня в новом году. Елена Ершова в профессии педагог. Строгая рабочая дисциплина помогает довольно легко войти в привычный режим. Хотя девушка признается, после праздников по утрам стало сложнее вставать. Наверное, как можно быстрее войти просто в привычный ритм рабочий. Ну и я чаще всего за день-два просто начинаю ложиться пораньше, вставать пораньше. Ну и как-то приходить уже к тому образу жизни, который обычно бывает. Ну это, наверное, всё. Но больше спорта, больше прогулок на свежем воздухе. Прогулки на свежем воздухе, занятия спортом и сохранение водного баланса – вот секрет хорошего самочувствия от Ульяны Ерохиной. Девушка составляет собственные программы по здоровому образу жизни, поэтому не понаслышке знает, как новогодние праздники влияют на самочувствие человека. Серьезный удар по организму наносит не только переедание, но и отсутствие сна. Ведь гормоны восстанавливаются в промежутке с 11 вечера и до 3 ночи. Если мы привыкли засыпать поздно, надо просто пару раз подняться в 5 утра. После этого в 9 часов вечера вас будет 100% рубить. Но даже если здесь не помогает, то есть естественный БАТ – это мелатонин обычный. Его просто выпиваете за полчаса до сна, и можно помочь своему организму нормализовать сон, чтобы всё-таки войти в нормальный свой привычный для него естественный режим. Отсутствие должного сна негативно влияет не только на внутренний, но и на внешний вид человека. Сбитый режим отражается на работоспособности. Человек быстро устает и становится более раздражительным. Мы провели опрос среди жителей Ненинского округа. Так, только 41% проголосовавших смогли восстановить привычный распорядок дня. Режим сна и отдыха, он избивается не только в праздники. Он, в принципе, достаточно тяжело нами переносится и в условия полярные ночи. Для того, чтобы его не избивать, нужно соблюдать этот режим. Любовь Балуцкая также рекомендует больше времени проводить на свежем воздухе и вести более активный образ жизни. Сбалансированное питание, добавление в рацион овощей и приём витамина D поможет улучшить ваше состояние здоровья. Елизавета Кабанова, Владислав Носкин, Леонид Шишелов, Телеканал Север.